Автобусный завод Scania Peter, рассчитанный на сборку 200 автобусов в год, у многих этот проект вызвал недоумение. Продавать в России современные и дорогие Scania OmniLink с алюминиевым кузовом и двигателем Евро-3 в значительных количествах тогда казалось неразумно. Однако устойчивый спрос показывает, что потребители готовы платить за качество, надежность, современные технологии. Очень важное новшество в модернизированном лайнере Scania OmniLink – это новый 230-сильный турбодизель. Новые двигатели Scania интересны применяемой системой рециркуляции отработанных газов внутри двигателя, когда часть газов возвращается обратно в двигатель, благодаря чему в выхлопе уменьшается содержание окислов азота. Управление автобусом Scania OmniLink настолько простое, что его водителям можно позавидовать. Коробка передач здесь автоматическая, и все ее управление сведено к трем кнопкам – нейтраль, драйв и реверс. Ретардер и замедлитель также включаются автоматически при небольшом нажатии на педаль тормоза, и уж только потом при более интенсивном нажатии в работу включается основная тормозная система. Преимущественным Scania OmniLink можно отнести прекрасную управляемость и хорошую обзорность с места водителя. В кабине автобуса Scania OmniLink заметна унификация с грузовиками, рулевое колесо и комбинация приборов. По сравнению с предыдущими версиями Scania OmniLink пассажирский салон не претерпел изменений, и ведущая наверх лестница в задней части салона по-прежнему является неприятным сюрпризом для большинства пассажиров. В обновленной версии автобуса алюминиевый кузов остался прежним. Изменился лишь дизайн передних и задних пластиковых масок. Если сзади новшества заметны сразу, задние фонари стали круглыми и изменилась форма капота двигателя, то впереди все внешние изменения свелись к установке новых круглых фар с линзовой оптикой вместо прямоугольных. Есть и более значительные отличия. Капот теперь открывается, как у всех, на верхних петлях и удерживается в открытом положении на газовых упорах. Ранее капот вместе с задними фонарями уходил вверх параллельно корме автобуса. В целом, такое бережное отношение к дизайну автобуса понятно. В конце 90-х годов дизайн Scania серии Omni с фирменной улыбающейся передней облицовкой оказался настолько удачным, что ему впоследствии подражали многие автобусные фирмы. И сегодня, после многих лет производства, облик автобусов Scania Omni нисколько не устарел. Поэтому все внешние нововведения в обновленной серии имеют лишь легкий косметический оттенок. Общая пассажировместимость автобуса 93 человека. Число мест для сидения от 23 до 45 в зависимости от планировки салона. В России данные автобусы выпускались на заводе Scania Peter в Санкт-Петербурге с 1998 по 2002 год. Субтитры создавал DimaTorzok